Можно ли не терять оптимизма, когда цены не на все бьют рекорды, но, к сожалению, недвижимость стоит достаточно дорого. И даже средний особняк в Рублевке, это уже 30 миллионов. Ну, это в долларах. Что касается Магнитогорска, жить здесь гораздо приятнее и спокойнее, а тем более, имея возможность жить в кредит или брать недвижимость в ипотеку. Теперь поговорим о том, о чем мне бы хотелось поговорить. Это вопросы грамотного приобретения жилья. Дело в том, что большинство американцев, кое-кто в Великобритании, они же деньги-то умеют считать и живут в пригороде. А если вы внимательно посмотрите на дороге города Магнитогорска, сделанной Виктором Филипповичем Рашниковым и Южный Урал Автобаном, то можно всю ближайшую окрестность причислить к Магнитогорскому пригороду, а недвижимость стоит там гораздо дешевле. Поэтому делайте выбор и делайте вывод. Аккредитуйтесь и берите ипотеку в Сбербанке России. Бескомпромиссно. Собственный дом есть собственный дом. И тот, кто имел или имеет домик в деревне, да и в городе, это знает. Тишина, спокойствие, возможность нормального отдыха. И в случае с домиком в деревне и в лесу полтора-два часа езды еще 10 лет назад. Теперь имеющий уши да услышит, имеющий глаза увидит, имеющий мозги поймет, что объездная вокруг Магнитогорска закончена. И в круге с радиусом в 20 километров в режиме 20-минутного доступа до центра города оказывается, пусть и степные, но чудо-поселки. С чудо-доступными ценами на недвижимость. И за сумму эквивалентную однопомодной сейчас можно прикупить и не 40 квадратных метров. А зная темпы газификации Башкирии и Челябинской области, можно получить и не менее комфортные условия элитных магнитогорских поселков. Мечты мечтами. А серьезная мечта человека должна быть такая. Вырастил дерево, построил дом и завел ребенка. Вот в смысле от дома мы приходим в Сбербанк. Можно ли дом купить в ипотеку? Можно купить и дом, можно купить и квартиру. И начать, если у кого не хватает денег, хотя бы с комнаты. Много заемщиков у нас начинает просто с комнаты. Можно купить и земельный участок и начать на нем строить дом, взяв впоследствии кредит на строительство дома. Срок строительства дома у нас до трех лет. С последующим залогом построенного дома. Процентная ставка по факту постройки дома также и будет снижаться. И порог кредитования. Сколько примерно ориентироваться можно на помощь Сбербанка? Максимальный размер кредита в нашем банке зависит полностью от ваших семейных доходов. Либо заемщика, либо заемщика вместе с супругой, либо с супругом. Максимальный размер кредита в нашем банке мы можем рассмотреть до 30 миллионов рублей. На нашем личном уровне. Ну а Сбербанк и организация могущественная мы можем рассмотреть суммы и больше. Мы можем рассмотреть ваш кредит на приобретение не только одной квартиры, а допустим двух, трех и так далее квартир. Либо приобретение одного или нескольких домов сразу, или группы земельных участков. При этом мы можем выдавать кредиты на приобретение объектов недвижимости не только в городе Манитогорске, а вы можете купить квартиру в Москве, в Сочи, загородный дом на берегу моря, в пределах всей Российской Федерации. И конечно же мировой опыт нам бы применить на практике. Там даже топ-менеджер при покупке недвижимости залазит в ипотеку. И там это никого не смущает. Недвижимость Зонал реально в мире покупает меньше 1% населения. Во всех остальных случаях люди просто кредитуются. Конечно, хотелось бы попасть в число счастливчиков, но не судьба. А судьба кредитоваться и делать это возможно на любом жизненном этапе. Это в случае, если у вас к пенсии будет собственная фирма. Весь мир живет в пригороде и вполне комфортно себя чувствует. То есть за эквивалентную сумму можно вполне купить участок и дом, и еще там будет очень много места. В принципе, я тоже с вами согласен, что за городом, если приобретается объект недвижимости, то это стоит дешевле, чем, допустим, городская квартира при тех же равных условиях. Но у человека уже свой собственный дом, свой земельный участок для тех, кто любит заниматься сельским хозяйством. Ну и чистый воздух при даче. В принципе, да. И что необходимо для человека, чтобы он пришел к вам и купил дом с помощью Сбербанка? Пакет минимальный. Нам необходима только зеленка на объект недвижимости, на земельный участок и на дом. На основании этих документов человек уже может получить ипотечный кредит на приобретение данных объектов. Теперь о вещах несколько напрягающих. Это здорово и хорошо, когда есть свобода выбора. Но надо понимать, что за эту свободу приходится платить. Либо это брокерские проценты, либо... да мало ли лазеек можно найти, когда речь идет о миллионах. И в случае со Сбербанком надо понимать, вы работаете напрямую, а требования от вас, как от заемщика, достаточно простые. Думаю, этот сюжет произвел на вас впечатление. А вот вам еще возможность пошевелить мозгами. Конституционный суд вынес вердикт. Садоводческие участки тоже можно считать жильем и прописываться там. Мне дальше что-то объяснять надо или все понятно. А за более детальными консультациями обращайтесь в филиалы Сбербанка. Ну что ж, жить и работать с филиалами Магнитогорского отделения Сбербанка России теперь действительно удобно, потому что есть они буквально под боком. И даже вот здесь. Я не знал, честно говоря, что на Карломарке 117.3 есть такой. Это хорошо. Сбербанк России – это не имидж того банка, через который проходили все платежи. Сейчас это имидж надежного, хорошего друга. И здесь вы можете проконсультироваться в головном отделении, оформить ипотеку. Ну и, разумеется, заплатить ваши кредитные платежи – это не проблема. А теперь еще. Почему у нас столько поводов для оптимизма? Потому что Владимир Владимирович пообещал к 2012 году среднюю заработную плату в России в 29 тысяч рублей. А слова-то свои он держит. Ну, будем надеяться, доллар и еще упадет. И тогда жить станет еще веселее. А Виктор Филиппович является ближайшим другом и соратником Владимира Владимировича. И сами подумайте, какая будет зарплата у металлургов. Потому что два мужика слово свое держать умеют. И это вселяет оптимизм.